Уважаемые родители, хочу обратить ваше внимание, чтобы вы поосторожнее, повнимательнее следили за своими детьми. Посмотрите, что даёт нам совершенный мир, какие в какие жестокие, жесточайшие игры мы можем играть. Наверняка среди вас есть мамочки, которые только что усыпили своего спиногрыза, решили позалипать в ТикТок, пока он снова штаны не обосрал. Посмотрите, что здесь можно найти. Кстати, неплохой лайфхак. Но на этом жестокость игры не заканчивается, ведь нам предстоит самим убивать бедных младенцев-зомби. Пускай они зомби, но всё равно они когда-то были детьми, а мы должны отстреливать им головы. Вы знаете, стрелять по жёлтому засранному подгузнику категорически запрещено, видите? Ау! Вот видите, меня чуть не убил взрыв. Вас просто убьёт к ебеням. Кошмар, скольких же я убил. Но мне это нравится. Оп! Видите, можно взять голову младенца и просто поиграть с ней, как в мячик. Вот ещё один. Какая страшная рожа. Так и хочется сесть на неё или раздавить своим сапогом. Что же, а дальше начинается самое ужасное. Потому что мы попадаем в ёбаный актовый зал. Самый актовый зал на меня с детства производил ужасающее впечатление. Но это ещё фигня. Мы берём циркулярную пилу и просто будем нарезать младшеклассников, которых, судя по всему, здесь детский утренник, видите? О, да! И всю эту жестокость разработчики поощряют. Ведь если мы раздавим эту мелкую суку своим огромным сапогом, то выпадет неплохой бонус. Три патрона. Говорят, что игры влияют пагубно на психику. Я с этим не согласен. Но вот после этой игры мне, честно говоря, хочется, да? Мне хочется прийти в школу, надеть огромный сапог и просто прийти в начальный класс и начать получать бонусы вот эти вот. Сдохни, 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 сука! На! Блядь, как же охуенно! О, пятихат выбил. Сашенька, что это с тобой? Как-то ты неважно выглядишь. По-моему, ты... Мёртв! Да. Ну что же, а дальше мы спустимся с небес на землю и начнём уже убивать совершенно простых невинных граждан, а не зомби-мутантов, как в предыдущей части. И видите, здесь есть выбор. Мы можем взять человека за шкирку и подумать, решить, то есть принять на себя роль бога. Убить его или расчленить. Вот видите, например, возьмём женщину, да? Или это мужчина. А, хер пойми, он уже мёртв. Да, наше толерантное время не разберёшься. Понимаете, то есть, насколько вы сразу же становитесь тщеславным и гордым человеком? Вы возомнили себя богом, ведь в ваших руках была только что чья-то жизнь, а вы её лишили. Ой, как нехорошо. Да, народу здесь, конечно, полно. В основном светлокожее население, вроде бы. Ну или они просто все в крови, непонятно кто у кого. Как по мне, во многих играх почти во всех не хватает ещё для полноты ощущения беременных женщин и детей. Оп, видите, я разрубил и я поглощаю его душу. Видели этот светящийся шар? Цель выполнена, понимаете? То есть, цель игры это расчлениловка. Вот так вот, брать жертв. Вот, оп. Ну, давайте хотя бы попытаемся. Здесь можно кого-нибудь спасти, например. То есть, у вас есть выбор. Вы либо выбираете тёмную сторону, либо хорошую. Это вот, это хорошая черта игры, неплохая. Потому что, когда есть выбор в жизни, в жизни должен быть выбор. Ну что, как вы думаете? Пощадим мы этого непонятного трансгендера? Ну, да, я думаю, стоит его отпустить. Вот мы его отпустили.